ребят привет смотрите у нас что уже выросло внезапно посмотрите какой у нас желтый ананас вырос мы думаем что он уже спелый может быть даже очень переспелый смотрите какой огромный я обязательно найду фотографии вставлю каким он был когда мы его посадили мы вырастили из верхушки ананаса из магазинного примерно ушло сколько где-то в апреле мы посадили в прошлом году сейчас у нас конец июля ну сколько получается апрель мая июнь июль год и три месяца мне кажется это очень хороший результат обычно растут ананас 23 года смотрите какой он огромный просто шикарный красиво мне так жалко его отрезать смотрите здесь еще выросло у него две дочки или как их называть я не знаю вот такие видите то есть это будут еще будущие два ананаса вот один и вот второй то есть нам нужно будет их отрезать вот он 2 нам нужно будет их отрезать либо посадить сразу землю либо поставить воду так же как мы сделали с первым ананасом прорастить корни а потом уже вставить землю посадить в общем ребят давайте у нас будет исторический момент сейчас будем резать ананас и наверно сразу попробуем потому что я боюсь чтобы он не испортился давайте срежем ананас я даже не знаю как его срезать без понятия ну наверно просто как-то с кустика раз кажется все кажется все смотрите какой красивый я очень надеюсь что он не перезрел ну что ребят пойдемте попробуем этого красавца как он на вкус сладкий ли у нас есть вот такой девайс специальный для ананаса давайте отрежем верхушку о верхушку же можно посадить обязательно это будет прям совсем домашний домашний следующий то есть не из магазинного уже будет прям из домашнего домашний ананас вот такой вот мы в общем прям посадим нужно эту верхушку убрать всю вот эту парочку вот этих можно даже убрать лишних и воду поставить либо сразу в землю но мне больше нравится сначала в воду ставить на пару недель пахнет как будто очень сладким посмотрим сейчас она нас был на солнечной стороне так что солнца у него было предостаточно смотрите как получилось вау сейчас будем пробовать серединка у нас здесь осталось чуть-чуть мы конечно же насвинячили без этого никак так ну что давайте пробовать кусочек он такой сладкий вообще очень вкусный прям сладкий-сладкий мне кажется это один из самых вкусных ананасов которые ела выращиваете ананасы дома это здорово это очень вкусно и это очень интересно мне было очень интересно посмотреть особенно когда цветок зарождался сам ананас такой красивый цветок был просто напишите если вы когда-то выращивали что-то своими руками я имею что-то такое экзотическое наподобие ананаса или возможно авокадо вот как у нас растет авокадо мы ждем не дождемся когда у нас вырастут плоды но до этого еще наверное несколько лет придется подождать потому что у нас всего лишь вот такое деревце нужно будет его пересадить а потом уже будем смотреть сейчас мы на нас дойдем и пойдем работать пойдем делать нашу переделку ребят привет всем привет сегодня у нас суббота 8 августа уже уже представляете время летит капец как быстро ну хорошо что у нас лето не заканчивается ну кому хорошо кому не очень как вы видите я не накрашена так что не пугаетесь мы сейчас едем ваш меня везет на фотосессию меня позвали быть моделью так что я буду сегодня выступать в качестве модели мне сказали прийти не накрашен вот мне сделают майкап мне сделают прическу волос помыла они еще не совсем высохли надеюсь не чувствуешься на вам вот в общем паша меня оставит на фотосессии я не знаю смогу ли это снимать или нет а сам поедет к Фрэнку Паша будет пока что у Фрэнка пока я на фотосессии потом вы меня заберете да вот это я думаю часов в 7 мы поужинаем посидим ну это что 9-10 домой поедем да нас ждет переделка кухни вы часто спрашиваете когда когда получается что мы можем работать в основном только на выходных правильно ну да либо вечером в будний день если получается если есть время и то там какое-то ограниченное количество времени потому что днем жарко ну плюс еще работа есть не забывайте и вечером получается мы можем шуметь ну до скольки ну до 9 наверное да от 9 до 10 максимум 10 это максимум что у нас сейчас процесс идет шлифовки там очень шумный аппарат и шуметь долго не можем вот поэтому у нас дольше намного времени занимает но мы уже не можем поскорее хотим поскорее закончить потому что у нас вся кухня сейчас стоит без дверей вся посуда вот так расставлена везде и все ящики эти выдвижные которые помните мы делали они все лежат у нас на ковре в общем вот так вот ходим вокруг ну короче ребята переделка кухни это такое дело трудоемкое объемное и довольно таки сложно да ну мы разговаривали вот с мариной марина узнавала сколько примерно стоит я не узнавала я слышала мне просто говорили что она стоит чуть чуть дешевле чем поставить новую кухню поставить новую кухню стоит 30-40 тысяч в зависимости от кухни конечно да можно и за 15 кухни поставить но это будет очень маленькая вот вот и после того как мы уже отработали столько времени над нашей кухней то в принципе я понял почему такую цену берут люди за реставрацию за обновление кухни хорошая идея бизнеса если вы собираетесь приехать в америку и вы можете научиться переделывать кухне красить кухню любите что-то руками делать да можете да это не очень важно да и кухня заниматься так и 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 Ребята, мы уже сделали, смотрите, макияж, прическу, прическу не видели, ты засняла мне там, засняла от Маши, если помните, год назад мы вместе были, да, куча сзади платьев, и еще на улице дождь, сейчас будет буря, мы надеемся, что мы успеем сфотографироваться. И такое красивое, да, платье, блестящее, как я люблю, но очень неудобное, да, колледж, очень неудобное, вот здесь так красиво, мы на крыше, парковались, смотрите, какая тампа красивая, мы прям в самом центре, в Дон Тауне, очень красивые облака, я иду, платье, очень красивое. Правда, платье мне немного большое, но ничего страшного, но вид шикарный, шикарный. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, ребят, ну все, мы нафоткались, наснимались, нафотографировались, Паша меня забрал, сейчас едем к Фрэнку, а нет, что вы там готовите? Сюрприз. Сюрприз? Да, ну ты это любишь. У меня такой вот макияж. Не китайская еда. Хорошо. У меня тут ресницы, видно что ресницы? Да, видно. Вот, я думаю, что очень красиво получилось, по крайней мере Маша сказала, что довольна, осталось, посмотрим. Ну все, мы приехали к Фрэнку. Покажу вам заодно прическу, юбку и новые тапочки. Ой, Марфа, Марфа. Сейчас заставила меня еще фотографировать ее. Фотографий Мара мало, приехала с фотосессией называется. Ну я же в этом не была. Еще фотографируй. Ага. Ну все, заходим. Фрэнку кто-то прислал, друг какой-то или подруга. Цветы красивые в вазе. Очень красиво. Крембери джюс? Черт. Что там Фрэнк готовил, что-то готовит еще там. Сейчас покажу. Ой, давай потом покажу. Похоже на шашлык. Что-то там они от меня скрывают. Вау, у Фрэнка такие красивые цветы здесь всегда. В этом году как-то немного. Обычно они... А, наверное, они уже отцвели. Вот такие у него красные всякие. Красивые. Вот эти красивые. Во Флориде у многих стоят вот такие цветы. Такие тоже. Красиво, Фрэнка. И вот это старое очень дерево. Смотрите, какое огромное. Вот это растение такое интересное. Видите, оно как растет. Я не помню, как оно называется. Оно вот прям прикрепилось к дереву. Я видела, вы продают на маркетплейсе большое. За 400 или за 700 долларов. Не помню. Но, в общем, когда оно большое, оно стоит больших денег. Потому что оно очень долго растет. Чтобы вырастить его большим, нужно, я не знаю, сколько лет. Ну, с курочком. Курочка, походу, уже готова. Да. Это прям сам замаринал? Да. Курочка готова. Я думаю, готова, да, Марин? Я тоже думаю, Паш. Чикен, это же быстро вообще готовится. Сейчас-то ни разу, по-моему, чашлык из курицы, но из-за грудки не ела. Сосиски мы сейчас перевернем. Это справа, да, Паш? А, я не понял. Нет, это италии какие-то. Ок. Если мы сейчас перевернем, мы еще не покинем, то они могут жариться. И все. The best ones are the ones with the onions. Красота какая, посмотрите, ребята. Просто шедевр. Вау, посмотрите. Фрэнка всегда все красиво смотрится, шикарно. Сейчас будет вкуснятина, такой вот соус, барбекю. Вообще цветы. Десерт. Десерт, покажите. Десерт, вот. Это такой вот limited edition, трейдер Джоус продается, да. А, это макарон? И фламбозис, фрамбозис какие-то. Смоленка, да? Вообще. Ммм, классно. Очень вкусно. И кофе сейчас попьем и поедем домой. Потому что завтра? Что завтра? Кухня завтра. Кухня. Она у нас последние сколько недель? Много. 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 Стой, нас провожай.